Всем привет! С вами Брикман и сегодня мы подальше от будущего постараемся сбежать. Окей, все нормально. Заткнись. Как громко игра орет. Ужас. Так, какой пароль на последний уровень, который был? Так, у меня пароль ГЛАЗА, КОРОЛЬ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это Оно? По-моему, не по-моему, это не Оно. Нет, это не Оно. Совсем не Оно. Субтитры сделал DimaTorzok Барик пароль забыл? Я его и не старался запомнить Попробуем глаза Может и уши Слишком интересная игра Даже пароли на 4 буквы не запоминаются Потому что Вся память уходит на Замечательные запоминающиеся уровни Окей, глаза Управление в этой игре Привет, комбайнер Привет, кинслейер Привет, герман О, тормоза! Старые добрые Ох, уж это управление Управление в этой игре Офи 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 Продолжение следует... Прыгай! И двигайся, и прыгай! Шутом не получили урон до сих пор. Привет, от Кэл. О! Вот это супер место! Вы понимаете, я сейчас жму вправо. Персонаж не двигается вообще вправо. Хотя, суть этой секции в том, чтобы подняться вправо. Вот вы понимаете, какие-то проблемы с управлением-то, блин. Привет, слава, кочка. Получать урон не надо. Так, а с другой стороны, что? Что-то полезное есть. Шипы, может? О-о-о-о, и чё-то, на котором у меня денег нет. Жизнь! В этой игре всё-таки есть жизнь! При том, что на уровнях нет чекпоинтов, а конты бесконечные. Что означает, что хоть после каждой жизни могут экран гаммовера показывать. Вообще насрать. Но за 100 монет можно купить жизнь! Вау! Как полезно! Как полезно жизнь в игре! Тут даже очков никаких нет. Чтобы какая-то польза была от 1ссс. От прохождения без потерь. В начале игры говорили о возможности наличия такого поверапа. И я тоже об этом говорил. Но я и думал, что он на самом деле существует в этой игре. Ну, дядь, иность будущего. Да, ангел-смрай. Те, кто смотрит в 1080p, я смотрю Бон Розус. Я не хотел наезжать на пружину. Я, очевидно, поехал прямо под ней. Отличный урон. Надо было не выпендриваться, а идти дальше. Зачем я что-то эксплорирую? Ребят, объясните мне, зачем я в этой игре что-то пытаюсь эксплорить? Я не понимаю, зачем. Каждый раз, когда я что-то пытаюсь эксплорить, это заканчивается тем, что я подыхаю. И надо начинать заново. Давайте ничего не будем эксплорить никогда больше в этой игре. До самого конца игры. Мы просто будем идти вправо, и всё. Если нельзя идти вправо, тогда влево. Если нельзя влево, тогда вверх. Если нельзя вверх, тогда вниз. И всё, на этом. Вы только в таком приоритете. А не куда попало. Дорогуйся, тормоз. Пожалуйста. Козёл. Прыгай вниз. Дебил. Дерьмовым управлением. Кусок гновоза, падай в яму. Супер. Сейчас у нас дверь привьёк. Привет, терминатор Как ты двигаешься вправо, это вообще капец Мы не видели, что ты зажатой кнопкой вправо и зажатой кнопкой ускорения вы двигались с такой скоростью Один пиксель в час Это всегда так, я не знаю, какую-то тоску вгоняет Я думал, здесь должен автомат с жизнью быть С хитпоинтом, или не здесь Нет, он здесь должен быть Что за фуфло? Там вообще-то здесь автоматы были У меня глюки, что ли? Теперь появились Вообще супер Это вообще, что такое? Я пошел направо, автоматов нет Пошел налево, потом направо и не появились То есть То есть, что? Это магия Особая Крепец Не секрет, это Это булщит Мы идем просто Мы просто Не хотел сюда запрыгивать Мне вообще насрать, что здесь находится Я хочу пройти мимо Багия Багия Так правильно читать, да? Багия Двигайся Двигайся Че? Мне надо наверх Нееет Я не хочу наверх Здесь Это булщит Наверх подъем Это булщит Ладно, окей Он оказался короче, чем я думал Ух ты О-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Шутки про пивасик продолжаются А и Б без смертей, ну поздравляю, это безусловно героическая заслуга Молодец Жизнь мы можем купить, нет спасибо Жизнь только одна Ребята Платформа не приедет, зашибись Какие крутые ребята Давайте на рандоме пролетим все, хотя бы раз Через стену, отлично Да, Applejack, это было бы очень полезное вложение Потратить все деньги, накопленные Чтобы получить жизнь, или сдохнуть И получить, сколько, 5 жизней По играм в этой игре все равно никакой принципиальной пользы нет Хитпоинт раз в тысячу лет Какую-то пользу приносит И то Один раз в десяти, блин Зачем здесь невидимая яма? Зачем здесь невидимая яма? Объясните мне Ведущая, прямо, катапультирующая, прямо в шип Ну супер, что я могу сказать Вот зачем? Объясните мне, в чем смысл ломодизайна этой игры Я смысла тут не вижу совсем никакого Оу-е-а Живем Каким-то образом я не получил урон Да как я в тебя-то урон получил? Ты даже сдох Спасибо большое, дорогой многоуважаемый присел посрать Спасибо большое, спасибо Очень ценю поддержку Юмор тоже ценю, спасибо Спрайты на весь экран Здесь FPS хотя бы два противника видно Привет, я SNES Нет, Костман Это называется Привет, я дерьмовая игра Хочешь, я тебе врублю игру на SEGA Где Если хотя бы два противника видно Игра тормозит В два раза медленнее идет А то и в три Называется Megaman The Wily Wars Она на SEGA И спрайты там мелкие Но она один хрен тормозит Как сволочь Всегда Это называется Дерьмовая оптимизация Это называется Дерьмовая игра Если игра нормальная Она будет нормально работать И быстро Ну блин, понятно что на SNES Чаще так Потому что там Процессор слабее Но тем не менее Если у людей Руки растут не из задницы А из плеч То они могут сделать Нормальную игру на SNES Чтобы она не тормозила С вменяемым количеством Объектов на экране Это возможно Просто надо уметь У меня агрессия Понимаешь Когда Лезут обсирать Вот У меня агрессия в целом На споры Сеги против SNES Не важно Кто Не важно Какую сторону Обсирает Меня одинаково бомбит От обоих Костман Херовые Херо оптимизированные Игры Люто тормозящие Есть на любой платформе На любой В большом количестве А по поводу того Больше ли их на SNES Чем на Сеги Этого уже надо Исследования проводить Запускать каждую игру На обоих консолях И замерять Сколько там в ней тормозов И как именно они работают Так что Не все так просто Взять и сказать Это еще что за фигня Теперь три босса у нас Одно раз Сама не хватит Так это Это порт вообще-то Это порт Костман Это порт Это порт с более продвинутой системой В данном случае С аркадного автомата Ибо Сейчас мы по портам сравниваем Порты Как раз зачастую И делают через задницу На кофиге Вот именно Обсирать надо Игры А не консоли Блин Вы не представляете Насколько Насколько Убог этот босс Вот как его бить Вот как его бить Вот как его бить И посмотрите на что происходит Я могу его ударить Только во время прыжка Во время любого прыжка Я залетаю на подформу вверх Вот именно Потенциал раскивают именно эксклюзивы А не тупые порты всякие Понимаешь Костман Я очень много видел Срачей в свое время Когда берут например Мультиплатформу Которую изначально Делали для Сеги Затачивали под возможности Сеги А потом Вы сделали На пофигу Порт Для Снесса Который тормозит Вон например Я не знаю Какой нибудь Урбанстрайк например Который На Снессе Тормозит Обзор меньше Звук Как из толчка Глухой И Показывают И говорят Что Вот смотрите Сега рулит А на Снессе Говно какое-то Так конечно говно Потому что это вина Порт Порт Делали на пофигу Игру изначально Затачивали под Сегу И такие ситуации В 90% случаев Когда вы видите Кроссплатформу Когда вы видите игру Которая Делалась для двух Платформ Если Если ты видишь игру Которую делали Для Дизайн Для какой-то одной платформы На другой она будет хуже Естественно Что Джим на Сешке Порт же Нет Первый Червяк Он явно Пил и пилился Для Сеги А вот Второй Червяк Явно пилился Под Снесс Вот Да Вот Достаточно просто Посмотреть Посмотреть Умным взглядом И подумать А вот это Например Вот это более характерно Для Сеги А вот такой стиль графики или там музыки или еще чего-то, более характерный для Сеги. Значит, наверное, игру изначально для Сеги затачивали. Оружие почему нельзя поменять? В первом джиме разве можно менять оружие? Там и оружия-то нету. Это во втором джиме куча видов оружия. И на Снессе их как раз менять можно, на Сеги нельзя. Космон. Этот характерный стиль это стереотип. Понимаешь? Это не характерный стиль, это стереотип. А стереотипы, как мы знаем, это штука очень... Это палка одну в концах. Объясните, как мне... Как этого идиота убивать? Может, как-то могу платформу на голову опускать? Вроде не похоже на то. Ладно, будем три часа ждать. Ага, забей, Космон. Я ничего против тебя не имею. Я просто... Просто у меня вьетнамские флешбеки каждый раз. Когда тут кто-то пишет, что Сега или Снесс лучше другой. У меня вьетнамские флешбеки. Ура, второй готов. Что вообще этот придурок делает? Очень странный босс. Я сейчас чуть не взял. Как ты сдох? Ты крутился. Ты был в прыжке. Ты крутился. Вот эта игра говно. Если вы думаете, что я слишком жесток к этой игре, вы ее сами запустите. Вы охренеете с того, насколько здесь убогое управление, с которым даже самые простейшие вещи начинают казаться невозможными. Управление здесь просто ужасающее. Ужасающее убогое. Надо было этого сразу убить. Другому подумать, что он так легко убьется. Вот если... Блин. Если я стою... Если я поверну влево, мне надо... Мне надо два... Иногда по два, то ли три раза нажать влево, чтобы повернуться. Вы посмотрите. Вот он дергается, я нажимаю влево. Он, видите, он... Сколько раз? Я три раза нажал влево, на четвертый раз он повернулся. Попробуйте что-нибудь аккуратное здесь сделать. Капец, какая же она убогая. Нет-нет-нет, Костман. Именно... Именно... Нужно именно... Сделать прыжок. То есть... Надо, чтобы персонаж крутился. Если просто съехать с платформы, то... Если просто съехать с платформы на башку врагу, ты получишь урон. То есть это как бы не атака считается. Где там этот придурок? У меня один хитпоинт. А, он еще ускорится внезапно. Красава! Вот, 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 вот. Нанеси ему урон! Развернись! Полджек. Ты посмотри, как они реагируют. Видишь, я даже на них не запрыгиваю. Я только башкой их задеваю, они уже опускаются. Пожалуй, единственная игра... Наверное, единственная игра здравов. Я надеюсь, что это единственная игра здравов. Я надеюсь, что они никогда больше ничего не делали, потому что у них не получается. Знаете, вы будете в шоке! Ну, я бы, наверное, с большим удовольствием играл в первое назад будущее на Денде. Там хотя бы управление, блин, четкое. Игра, конечно, говно, но там хотя бы управление нормальное. Больше всего я ненавижу хреновое управление в играх. Спасибо. Привет, Нивану. Спасибо, что сказал про Doom 64. Сижу, кайфую. Сейчас нравится больше первых двух, хотя поиск мест, которые открыли с мероприятий кнопки, надо подбешивать. Что ж, я очень рад за тебя. Я очень рад, что тебе понравилось. Да, Doom 64 в плане левел-дизайна он посложнее будет. То есть там доткнись, игра. Там левел-дизайн более запутанный. Там чаще надо искать, где что открылось, где там какие-то кнопки такие скрытые. В некоторые кнопки нужно стрелять. Секретки, а нет, секретки там хорошие ленд сталки, просто они жесткие. Там секретки прям очень реально тяжело найти. По большей части они вменяемые. То есть надо просто быть очень внимательным. Там не так, что обнимаешь все стены на всех уровнях. Хотя иногда такое встречается, но редко. Секретки первой попытки. Пороши, да? Секретки одной попытки? Ааа. Ну, блин, слушай, я никогда, думаю, не пытался проходить на 100%, так что спер страну, по крайней мере. Так что я не сильно расстраивался, если что-то упускал. Они еще делали игры. Десятка, два, три. Но все, что надо знать, эти люди сделали Бердвик. Это это что ли? Как ее? Ленар? Не понял. Бердвик же сделали эти, как их там, Ленар, как какая-то студия. Она же сделала Deadly Towers. Шедевр за шедевром. Привет, Александр Рамон, если еще не здоровался. Так, возвращаем игру. Дай, мне кажется, ты что-то путаешь, или они имя, название поменяли? Монторы. Докуда дошел? Не мой анус, все просто интересно. Докуда пока дошел? Вот секретные уровни в Думе 64 офигенные. Вот их как раз я не боялся залезть в гайд и посмотреть, где они, чтобы их не пропускать. Ну, кроме того, который на супер секрет, на самом первом. его лучше на ферстране вообще не смотреть. Ура, наши добрые боксерские перчатки возвращаются. Метеоритный дождь? Метеоризм? Может, это отсылка на то, что у разработчика в этот период разработки игры был жуткий метеоризм? или может, процесс разработки или да, процесс разработки сравним с метеоризмом? По-любому, по-любому какие-то тонкие намеки. Инфа сто процентов. Зачем нужна эта игра? Она не нужна! Вот ответ. Ассоциация? Метеорит? С чем еще метеориты могут ассоциироваться в такой хорошей игре? Вот вы помните сцену из фильма где на Хилл Валле или как оно там называлось это место обрушился метеоритный дождь? Я вот, например, забыл. Я, конечно, давно не смотрел, но все-таки я такой сцены не помню. Еще вот этот подъем работает ужасно. Вот смотрите. Вот что это такое? Просто какая-то стена, к которой ты прилипаешь. Но здесь какой-то потолок. И чтобы запрыгнуть наверх, надо как-то очень странным образом быстро нажать влево и прыжок. Если нажать чуть-чуть неправильно, он отвалится и либо сделает низкий прыжок, не допрыгнет. Короче, через задницу это все работает. Если вкратце, это все через задницу работает. Это все сложно и долго объясняет. Поэтому, если вы сомневаетесь, вы поиграете сами. Ты провалитесь сквозь платформу, братан. Я тебе ничего хорошего сказать не могу. Я даже не хочу смотреть, что там слева. Там наверняка долгий и унылый путь обратно наверх в начало уровня. я тоже не понимаю, кто цепляется к стенам. Никак. Смысла нету не грею. Я не могу... Я отголубил потопки прыжка, если что. Сейчас я упал здесь, поэтому ушатся, выжить у меня нет. Диманус, а ты в какую версию играешь? Которая EX, Doom 64 EX. Или ты заморочился с эмулятором метода 64. Я думаю, может как-нибудь тоже постримить Doom 64. В ВК-версии. Ну, как называется. В ВК-версии как бы нету. Есть только вот порт неофициальный, который Doom 64 EX. Ну, это не то, что порт. Это скорее эмулятор с наворотами, я бы так его назвал. Так как он для запуска использует оригинальный ROM. Лен, мне его потренить надо, потому что он довольно запутанный. Надо вспомнить, куда идти. А уж в секретных уровнях там вообще жесть полная. Там прям можно часами бегать, пытаться понять, как взять какой-то один секрет. Секретки там очень важны. Надо находить демонические ключи, которые дают сумму. Секретки. Можно, конечно, и без них. Но с ними круче. Застрим Half-Life 2 и Doom 3. Да я много чего должен застримить. Давайте я сначала застримлю то, что я проходил. А потом уже перейдем к тому, что я еще не проходил. Ура! Открыть мне, что здесь Retribution? А почему не на эту версию? Ну-ка, стой. Хочу загуглить эту версию. Что-то не припоминаю. Фанатская 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 это какой-то новый что ли ну окей я просто не знаю я сам у него не играл поэтому ничего парня искать не могу больше всего людей раздавали ног я просто не могу не мог не могу сказать за точность за аутентичность этой версии потому что я точно знаю что думаешь а 4x он может сказать на сто процентов аутентичен а вот по поводу остальных я сказать такого не могу но ну блин 1 1 новый значит наверно хороший да 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 тошиба кто и написано кто-то игру сделал вашего написано тошего в титрах все другие вообще люди написаны жизни 5 может еще и с фрилуком играешь когда можно вверх и вниз смотреть это же вообще святотатство так последний пароль был рог не рог это был босс по-моему и рок этого предыдущий уровень кто помнит последний пароль я помню только рог на рог это уровень который я уже прошел а винг точно у меня чат опять упал зеро уже был да зеро уже был привет reset привет арт ветер если еще не здоровался быстрей орех и и и Почему она стала громче? Я что, каким-то образом сменил громкость? Финал дума совсем не очень, там пишут, что играет с нацих уровня стоит. Финал дума отличный, не слушай. Мне финал дума понравился даже больше, чем оригинальные два дума. Финал дума это, там два сборника, в каждом по 32 уровня. Сборники сделаны, ну как, не самой ID, а сторонними ребятами, которые потом ID решила у них эти маппаки выкупить и издать официально. Вот, и они хорошие. Ну, ТНТ, ТНТ, там их два, ТНТ Эволюшн и Заплутоний Эксперимент. ТНТ Эволюшн, ТНТ Эволюшн это что-то, знаешь, это что-то среднее между обычным классическим думом и думом 64. Вот, что-то среднее. Вот, но нормально. Ну, ТНТ Эволюшн такая средневатая, но мне понравилось. Вот, а Плутоний Эксперимент вообще суперская. Но она очень хардкорная. Она чисто для тех, кому надо прям, хочется хардкорного челленджа. Но она очень крутая. Плутония вообще офигительная. Мне они оба нравятся больше, чем оригинальные два дума. Так что как минимум в целях энциклопедических я бы в этом месте сыграл бы в оба. Хотя после дума 64 они могут, может, уже не так впечатляться, потому что там нет новой графики. Нет новых монстров. Хотя нет, новая графика там есть, но совсем чуть-чуть. В основном все текстуры и прочее-прочее, оно все из оригинала. Тердон вообще как будто наспек сделал. Да, есть такое. Там некоторые уровни просто дно. В втором думе в некоторые уровни просто говно. Даже без всякой скромности можно их назвать дерьмом. И все так говорят. Даже самые ярые любители. Банаты дума. Так что... На Найтмаререс врагов в оригинале был? Да. Да, кстати, в думе 64 в оригинале. Я не знаю, на какую сложность ты играешь. Но в оригинальном думе 64 там последняя сложность максимальная. Это Watch Me Die. Если там что-то еще добавили, типа там Найтмарер. То это уже не то. Там монетки прям в стене были, ошибись. На Ультра Вален. В оригинальном думе 64 сложности, по-моему, по-другому назывались. А может и нет. Я уже что-то не помню. О-у-е, мы нашли еще один шип. Висящий рандомно в воздухе. Супер. Клевый уровень. Кэпплджек, меня во втором думе. Я, когда первый раз проходил, и вообще каждый раз, когда... Ну, блин, я уже сто лет не проходил дум 2, и, наверное, не буду, так как желания нет. Но когда первый раз проходил, меня до невозможности выбесили. До белого коленя выбешивали городские уровни. Они настолько унылые, настолько запутанные, замороченные, что у меня от них тошнило просто. Интересно, почему так много любителей дума название компании разработчика неправильно называют. Айди софтвы это уж уши режет, так как ит не сокращение, а слово. Мне интересно, почему так много любителей дума ругаются на то, как произносят название компании. Какая разница, ит или айди? Какая разница от того, что я сказал айди? Где-то умер от сердечного приступа один любитель дума, или что? Какие, какие последствия от того, что я неправильно произнес? Я когда в городский уровень попал, мне хотелось, чтобы рамка старик кончилась, да? Игра начинает утомлять. Наверное, нравится, как кирпичок и ключ. Да ничего подобного. Я чит... Я произношу одно и то же. Я произношу одно и то же. О, акастан, здесь шипы тоже есть. Как же я мог забыть? Здесь же везде шипы. О, акастан! Ой, да прыгай. это был наверх запомнить уже игра люди тормозит игра вот эта игра тормозит даже когда на экране ничего нет он просто едет по прямому коридору игра постоянно ускоряется замедляется ускоряется замедляется пипец иди вперед играл на на эту новую ду маяков в час это лучшее спали щит враги не ну нет конечно это лучше конечно лучше я не спорю я не в этом смысле я в том плане что забавно получилось что на максимальной сложности самая самую большую опасность в новом думе представляют самые днищенские враги по факту самые распространенные самые лоховские враги вдруг становятся самыми смертельными самыми убийственными фаст монстр с большинстве нормальных сорс портов можно в настройках включить так что можете поиграть запустить ультравайленс поставить быстрых монстров и засимулировать экспириенс на найт море без испанившийся врагов запрыгиваем сказал бы я но платформа оказалась не там где надо внезапно не знаю на что отчего на так а 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 и а мы а мы а мы угу с а а а об ну как ну что это за дерьмо да ой он не двигается как я должен это перепрыгнуть если он не двигается вправо че должен взлететь в космос на этих метеоритах добаным не двигается вправо он просто не двигается вправо все давай долети пожалуйста спасибо разумеется еще не все на фокус наверное разработчики просто накидали всякого дерьма потом кто-то случайно додумался вот так сделать не так решили как круто давайте добавим это в геймплей спасибо спасибо что выход здесь биф не уж что это последний уровень привет вау это было сложно это был определенно самый сложный босс эх я думал тут погоня будет а тут катсцена просто зашибись все это был последний босс это был последний босс он был легче чем первой эх я думал это какая-то первая фаза ли и вау игра говно ребят игра говно привет догмат ты видел кстати ты по ты по ты запись не смотрел ты не видел как я прошел то самое место игра не доделано да я тоже думал что не доделано концовки нет догмат у тебя бомбанет понимаешь ты лучше присядь когда будешь смотреть потому что ты упадешь потому что тот способ которым я прошел тебя очень удивит чем быстрее закончится в смысле где быстрее какой же стрим второй или третий если бы она за часик прошла прошлась я был бы рад но теперь я зол короче давайте вкратце пробежимся по всему тому что плохо в этой игре предпоствовать а управление лютое говнище вот просто капсです какую делать платформер с таким управлением это это я не знаю даже вот это просто неописуемо это просто неописуемо а это не будут у меня даже аналогией я даже аллоги не могу привести я даже не могу провести аналогию это как пыта Я не знаю, я не могу придумать ничего вменяемого Не знаю, это как если бы в шмапе, вот и взять шмап, градус, да И вместо обычного управления нормального, сделать штурвал Что надо его наклонять вперед, чтобы самолет вот так взлетал И, короче, сделать полноценное симуляторное управление в обычный градус, видом сбоку Вот это так же будет удобно Нет, это дерьмовая аналогия Я не могу нормальную аналогию привести Управление говнище Персонаж еле разворачивается Он разворачивается, когда хочет Когда хочет, он ускоряется вперед Когда хочет, он не ускоряется В прыжке он либо быстро разгоняется и двигается куда надо Либо он двигается по одному пикселю в час Даже если ты давишь с бешеной силой на кнопку вправо Он будет по одному пикселю двигаться вправо И никогда не ускорится Это ужасно Это ужасно Хитбоксы, говно Вообще говнь Вы видели прекрасно, какие хитбоксы Блин Можно клипов штук 10 понаделать, показывая замечательные хитбоксы в этой игре Они говнища полные Че еще можно сказать Уровни унылые, однообразные, скучные С кучей булшитовых подстав С кучей всяких прыжков веры и прочего замечательного Вот этого Хорошего, блин, геймдизайна Ничего общего с фильмом нету у этих уровней Ничего общего нету Кроме там, я не знаю, того, что Если будущее, то машины летают И все Нет, нет Эта игра ничего общего с фильмом не имеет Эта игра полная говнища во всем Музыка норм Музыка, да Но ее тут мало Она начинает приедаться очень быстро Единственное, что в этой игре хорошо Это нормально аранжированная заглавная тема Вот это, да, аранжированная тема Это самая лучшая из вот этих игр Все, которые в обзоре ОГНа там были Самая лучшая Но во всем остальном игра полное дно Я не знаю, доделана она Или не доделана Но она говно Она ужасна Никому не рекомендую Рекомендую вам скачать этот ром Только для того, чтобы удалить его сразу же Игра отстой Почему-то она, кстати, зависла сейчас Обычно она скипает все эти заставки А сейчас она застряла на этом экране Типа это вместо экрана The End У нас тут экран с этими Копирайтами Синий экран смерти То, что требует от игрока Платформинг, да С таким управлением Убитым в хлам Это просто кошмар Особенно вот если поиграете в Мегамена Или в какую-нибудь любую игру С нормальным управлением В Марио, в Соника, я не знаю Потом запустите вот это Вы поймете Поймете все, о чем я только что говорил Ладно, сейчас будет рулетка Ребята Сейчас будет рулетка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok